И как мы говорим о пяти ответственностях, пяти обязанностях духовных лидеров. Первое — это кормить овец. И это то, о чем я говорил, о кормлении овец. Если вы хотите приготовить еду для кого-то, вы хотите сделать вкусное блюдо. И половину времени я бы уделила тому, что я хочу сказать. И вторую половину времени тому, каким образом я это передам. Если вы учите кого бы то ни было. Особенно, если вы только начинаете, если только вы начинающий учитель. Когда я только начал учить людей, для меня 10 минут, 15 минут речи. Это было так долго. И никто никогда меня не учил, чтобы передавать эту информацию вам, как сейчас. Я видел только два способа учения. Библия говорит, и так дальше. И затем было такое, как крик. И нет ничего плохого в крике. Но это скучно каждую неделю. Но это тоже скучно. И поэтому у каждого есть свой стиль коммуникации. В зависимости от вашей личности. И мы также должны выйти из себя. И если вы учите кого-то и думаете, что обо мне думают другие люди. То я буду вот так сидеть и иду смотреть на них. Я им еще нравлюсь. Им нравится то, что я говорю. Я думаю, что все пока что в порядке. Кто-то ушел из комнаты. Может, я огорчил их чем-то, что-то я сказал. Возможно, они должны остаться здесь и не уходить. А может, им срочно надо было войти. А может быть, кто-то вошел и забрал их с собой. И поэтому вы все время уделяете тому, что думаете о себе. И вот, что я слышал несколько лет назад. Если вы собираетесь говорить с людьми, говорить с людьми, верьте в то, что вы им понравитесь. Когда я только начинал учить, это мне очень помогло. А теперь мне вообще все равно. Или же другими словами. Теперь я буду просто сам собой. Я буду учить. И может быть, им понравится. Надеюсь, что им понравится. И я буду пытаться коммуникацию создавать, находить контакт. И, конечно, если я принадлежу одной культуре, а аудитория другой культуре, то я буду как-то приспосабливаться. И также, если вы собираетесь учить, вы должны быть коммуникатором. Хорошие коммуникаторы, они соединяются с людьми. Я могу рассказать вам истину очень скучно. И, возможно, до вас это вообще не дойдет. Но если я вам расскажу истину интересным способом, вы будете слушать меня, вы будете думать об этом. Если мы могли бы только увидеть, что происходит в уме людей, мы этого вообще не хотим знать. Первая обязанность – это кормить. И вот следующий духовный принцип. Если вы кормите, то вы будете собирать. Это как в ресторане. Вы предлагаете хорошую еду по хорошей цене. Всегда будут люди. И они расскажут своим друзьям. Приходи в мою церковь, там не будет скучно. Да, на самом деле. Но если вы будете делать то же самое, в то же самое время, каждую неделю, без десяти – двенадцать. Я знаю, что они будут делать. Одиннадцать тридцать. Одиннадцать тридцать. Я знаю, что они будут делать. Ваши глаза стеклянные. А ну, веди себя прилично. Только из-за того, что ты из Казахстана, не означает, что можно вести себя как угодно. Так не ведут себя в Одессе. Первый принцип – мы кормим овец. Второй принцип – мы ведем овец. Первое – кормим, второе – ведем. И если мы ведем людей, то мы направляем их куда-то. Но у меня возникла проблема. Я сам не знаю, куда я иду. Они за мной следуют, идут там сзади еще. Мы должны знать, куда мы вообще людей ведем. Моисей знал, куда он ведет людей. Помните горящий куст? Господь Бог говорит к нему, обращается из горящего куста. А что такое горящий куст? Вероятно, сейчас у нас в Калифорнии пожары в пустыне. И пожар в пустыне – ничего тут особенного нет. Я нормально выгляжу вот с этой штучкой, этим микрофоном? Как будто я имею в виду, как шпагетти. Как шпагетти висят на ушах. Если я собираюсь вести людей, то я их куда-то направляю. И Моисея был такой опыт, когда он видел явную славу Бога, присутствие Бога. Присутствие Бога везде. Но иногда присутствие Бога является очевидным образом. Понимаете? Это то, что происходит иногда на собрании. Когда мы поклоняемся Богу, и Дух Святой начинает проявлять присутствие Бога более сильно. Поэтому вот, что он видел. Он видел проявленное присутствие Бога в пустыне. И затем Господь говорит ему, иди и освободи Мой народ. Ну, он такой думает, ну, ладно, может, ты кого-то другого пошлешь. Ну, я не очень так хорошо разговариваю, не такой оратор. Вот у моего брата язык подвешиваем, пошли его. И поэтому... Когда ты освободишь людей, то прийди их сюда, к этой горе. Чтобы они тогда могли поклониться Мне. Поэтому, короче, Моисей идет, забирает народ. Приводит их к горе. И вот где вот такой большой пожар происходит. Не маленький, а большой. Присутствие Бога. Поэтому, куда мы ведем людей? Я не знаю, куда вообще я иду. Чего люди за мной следуют? Потому что ты пастор. Но куда я иду? Я веду людей в присутствие Бога. Мы ведем людей к присутствию Бога. Мы не просто поем псалмы, читаем Библию, молимся. Поэтому мы должны знать, каким образом испытать присутствие Бога. И когда мы находимся на собрании, мы можем привести людей в присутствие Бога. Иначе же просто у нас проходит служение церковное. И в это время мы собираем по жертвованиям, в это время поем песню, в это время стоим, садимся. Все, что угодно. А теперь потанцуем. Танго. И так дальше. Танцы, молитва и поклонение, все это важно. Если это не является религиозным ритуалом. И мы должны знать, как привести людей в присутствие Бога. Я верю, что как мы это делаем? Когда мы поклоняемся, когда мы молимся. Когда мы танцуем, когда мы поем. Лидер должен быть чувствителен к Духу Святому. И когда вы будете делать это, Дух Святой будет говорить, поверни направо, налево. Скажи это, а не делай того. И это приносит присутствие Бога. И люди испытывают движение Духа Святого. Очень хорошо иметь план. Потому что если вы пойдете в церковь, и никакого плана не будет, будете там до завтрашнего дня находиться. Еще кто-то будет проповедовать. Я думала, что у нас уже была проповедь на сегодня. А теперь наш брат говорит. А как долго он будет говорить? О, Боже мой, 30 минут уже прошло. Теперь мы будем снова петь. И это становится соревнованием на терпимость, терпение. Потому что нет никакого плана. Мы не молимся, а потом делаем план. Затем вы идете в другую церковь, в которой есть план. У тебя есть 8 секунд, чтобы рассказать свое свидетельство. Эту песню мы поем дважды, а эту песню мы поем трижды. Я проповедую 18 минут, это 30 секунд. Видите? У нас есть план. Нет Духа Святого. Мы должны молиться и планировать, спрашивать Бога, искать Бога, что мы должны делать на служении. И преднамеренно уже заранее планировать различные вещи, чтобы это не было одинаково. И делать это за такое время, что люди всякого возраста смогут это вынести. Понимая, что у вас присутствуют как неверующие, матери, бабушки, дети. Также люди, которые занимаются детьми. У них только вот столько способностей, чтобы заботиться о детях, присмотреть за ними, работать с ними. Поэтому у меня может быть служение три часа, но что будут делать те люди, которые занимаются с детьми? И послушайте меня. Каждый понимает, когда Дух Святой двигается особенным образом. И им все равно, чтобы это все затянулось подольше. Потому что вы знаете, они знают, Бог делает что-то особенное. Каждая культура, она отличается чем-то. Также вы должны создать духовную атмосферу, где люди смогут расти. Возможно, я очень хороший повар. Но если я все свои блюда приготовлю за один день и покормлю людей, то через уши уже будет вылазить все. Не надо больше, не надо. Я знаю, что это... Но это самое лучшее блюдо. Давай еще, покушай, покушай. Ну да, это вкусно, но я не хочу больше. Я съел все, что я мог съесть за сегодня. Вот о чем можно подумать. Вы в библейской школе, это по-другому. Вы можете это часами делать. Но нормальный человек, а вы ненормальные люди. Вы ненормальные. Вы вообще ненормальные. А, вы пираньи. Вы духовные пираньи. Я уже устал учить вас, а вы все съедаете. Ну, нормальные люди. Они хотят обычный прием еды, снэк небольшой. И если вы дадите им это, то они возвратятся в следующий раз. И за два года они очень много еды съедят. Аминь. Но если вы попытаетесь это сделать все за один день. И вот, возможно, вы не сможете изменить все церкви в Украине или куда бы вы ни поехали. Я не хочу, чтобы вы ехали и пытались изменить церкви. Идите, начинайте новые церкви. И делайте все по-новому, по-свежему. Чтобы люди захотели приходить. И приводить грешников. И когда Бог будет двигаться особенным образом, вы сможете присоединиться. Поэтому в своей культуре вы должны понимать, как долго можно, как долго приемлемо по времени. Чтобы окажет самое лучшее влияние на детей и даже до старших людей. Поскольку это создает духовную атмосферу. Мы кормим людей, мы ведем их в присутствие Бога. Третье, мы охраняем овец. Раньше я думал, что овцы должны сами защищаться. Господь говорит, нет, ты пастырь. Пастыри видят то, что другие люди, возможно, не видят. Иногда овца даже не знают, что есть какая-то опасность. А те, которые духовно более зрелые, могут увидеть эту опасность. И на нас лежит ответственность защитить овец. Когда вы защищаете овец, иногда вам придется разбираться с волками. И когда вы будете это делать, не каждый будет счастлив. Потому что овца не знала, что это волк. Ну, они же ведь не пастыри. Потому что они не зрелые духовно. И когда мы будем охранять овец, некоторым из овцам это не будет нравиться. И четвертая обязанность – исправлять или дисциплинировать. Третья – корректировать, дисциплинировать. И мы не должны бить овец. Но показывать, в чем они неправы. Как же вы можете показать кому-то, что он неправ? Тем, что вы научите им правде, то, что верно, то, что истинно. Вот это – бить овец. Ты плохая вовца. Плохая вовца. На английском языке это bad, и получается как bad. Плохая. Каким образом дисциплинировать? Мы показываем людям, что неправильно. Почему это плохо для них. Что мы можем сделать для них в наших взаимоотношениях. И затем мы их учим лучшему. Если вы только ходите везде, показываете на их неправильные поступки. Это не поможет им. И некоторые думают, что духовная обязанность лидера – это ходить везде, и чтобы он везде указывал, что неправильно. Я духовный лидер, поэтому я должен пойти везде и посмотреть, что каждый делает. Я буду смотреть за тобой каждый день. Я уверен, что в один из этих дней ты сделаешь что-то неправильно. А я буду наблюдать за тобой. Я буду в тот момент там. Потому что я хороший духовный лидер. Проблема в том, что я, посмотри, у меня только одна пара глаз. Поэтому мне нужно больше глаз. Тот, который читает, а не слушает меня. Подойди ко мне. Хорошо, стой здесь. Здесь. Смотри за людьми. А ну, обрати внимание. Делают ли они что-то неверно, неправильно. Хорошо. И мне женщина тоже нужна. А ну, иди сюда, подойди. Потому что женщины лучше знают женщин. Наблюдая за женщинами. Это духовное КГБ. В каждой церкви есть такое. Они наблюдают за другими людьми. И обычно вы узнаете, кто они есть по тому месту, где они сидят. Они сидят там, где они могут наблюдать. Иногда особенные кресла, стулья. Стул для наблюдателей. На сцене или впереди. Ты не смотришь. Мне нужен кто-то, кто мог бы смотреть. Иди сюда, мне нужна твоя помощь. Твоя задача. Наблюдай за ними. Наблюдай за ними. Мы дадим вам определенный статус, положение, имя. Потому что вы очень важны для моего успеха. Мы назовем вас лидерами церкви. Теперь можете садиться. Спасибо. Понимаете, что я имею в виду? Лидеры должны служить овцам. Ищите то, что будет лучше для овец. Поэтому, когда нам придется их корректировать, исправлять, все это из-за нашей любви к ним. Мы хотим, чтобы они росли. Различное отношение, которое может быть. И не то, что вы делаете, но как и по какой причине. Что мотивирует. Пятая ответственность. Пятая ответственность духовного лидера. Снарядить или умножать овец. Вот для чего существует MJBI. Взять одного человека, от которого произойдет еще больше людей. Вы готовите людей. И ученик не является учеником. Ученик не является учеником, если вы его не подготовили. И мы больше об этом поговорим завтра. И поэтому мы призваны к умножению. И мы поговорим об этом побольше потом. Давайте посмотрим на Иоанна 10 главу. И Ешуа здесь сказал, я добрый пастырь. Я забочусь о овцах, я люблю овец. И потом говорит, а как же узнать, кто добрый пастырь? Я полагаю свою жизнь за овец. И духовные лидеры – это не те, которые постоянно везде ходят, говорят каждому, что нужно делать. Духовные лидеры – это те, которые завоевывают уважение овец. И мы оказываем влияние на людей. Лидерство – это влияние. И существует два вида лидеров. Позиционные лидеры и духовные лидеры. Позиционные и духовные. Позиционные лидеры – я пастырь, делайте то, что я говорю. И духовный лидер – вы уважаете меня, поэтому я могу оказывать влияние на вас. Вы уважаете меня, поэтому то, что я думаю, по этому вопросу важно. И это влияет на принятие моего решения, моих решений. Иногда у людей есть самое духовное влияние, но у них нет положения, нет статуса. И не обязательно вам иметь позицию в церкви, чтобы оказывать духовное влияние. Это очевидно, что в церкви должны быть определенные позиции. Но если мне нужно говорить вам что-то только из-за того, что я пастырь, то это то же самое, что бензин в моем автомобиле. Каждый раз, когда я говорю вам, что делать, я использую много бензина. И очень скоро машина пустеет, ее бензобак пустеет. И у меня больше нету власти. И что люди будут голосовать с помощью ног, то есть они вообще уйдут в другое место. Проголосуют, сделают другой выбор. Ты меня будешь до сих пор оскорблять, я ухожу в другую церковь. Или же они внутри могут уйти. Возможно, физически они будут оставаться все еще там. Но они ушли уже очень давно. Понятно? Возможно, они будут служить за вас снаружи. Да, пастор, да, пастор. Но внутри... Нет. Я тебя не уважаю, ты мне не нравишься. Но снаружи... Да, пастор, да, пастор. Сейчас, сейчас. И в чем же состоит отличие? Послушание и подчинение. Послушание... Я делаю то, что правильно. И это проявляется снаружи. Подчинение — это то, что я делаю, и это внутри меня находится. Это внутренние отношения. И то, как мы ведем людей, мы завоевываем их доверие. Лидерство — это влияние. Это не позиция. И так же, если у вас есть влияние, вы получите позицию. И Ишуа сказал, что я отдаю свою жизнь в самых лучших интересах овец. Это не то, что лучше для меня. Но то, что лучше для овец. Очень часто я хотел просто все прекратить, все завершить, все, хватит, не буду я пастором. Но в то время Бог не хотел, чтобы я это делал. Поэтому что же меня подбуждало идти дальше? Почему я дальше оставался пастором? Я осознавал, что это не будет хорошо для этих людей. Это не то, что я хотел, а то, что было бы лучше для этих людей. И каждый из вас столкнется с этим. Некоторые уже приняли такое решение. «Я не хочу делать то, что я делаю. Я устал». «Я не хочу делать то, что я делаю, но на самом деле вы продолжаете это делать, потому что это в самых лучших интересах людей и церкви». И что Ешуа мог еще сказать о пастырях? И в этом случае он говорит о двери. Он говорит, что к овцам есть дверь, и эта дверь – это есть этот пастух. Если я приезжаю в МЖБИ учить, то мне нужно пройти через дверь лидеров здесь. Я не приезжаю, не захожу в соседнюю дверь, а потом приглашаю всех, чтобы они пришли, послушали мое учение. Я захожу через дверь. И если мне нужно приехать и учить здесь, они должны пригласить меня. Я уважаю дверь. Уважаю лидеров, которые находятся на этом месте. Будь то политические лидеры, лидеры школы, лидеры церкви, семьи, лидеры семьи. Я пастыр церкви. Поэтому мама и папа должны делать все, что я скажу. Я хочу, чтобы твои дети каждое утро поднимались в 10 часов. Ну, пастыр, это же не так хорошо, ведь им уже надо в школу ходить. Я пастыр, разбуди их в 10. Что я сделал неправильно? Я ушел из сферы моей ответственности. Я должен учить семьям и родителям, как быть хорошими родителями. Но я не имею права говорить им, как они должны растить своих детей. Почему? Потому что они ответят за это перед Богом, а не я. И каждый родитель, он отличается друг от друга. Это не моя ответственность, это их ответственность. Я должна учить их, как быть хорошим родителем, как иметь взаимоотношения. То же самое с деньгами. Ты должен мне дать сегодня гривну. Одну сотню, а ты мне должна две сотни дать. Я пастыр. Что произошло в этом случае? Я ушел из сферы моей ответственности. А то, что вы делаете с вашими деньгами, это ваша ответственность. Вы ответите перед Богом, а не мной. Поэтому вы должны сделать этот выбор. И плохое лидерство, это то, когда мы принимаем решения за других людей. Я должен каждому сказать, что они должны делать. Это плохое лидерство. Мы должны научить людей Божьему Слову так, чтобы они будут мудрыми. и будут принимать хорошее решение, правильное решение. И Ешуа сказал, что всякий, кто не входит к овцам, не через двери, он разбойник и вор. И он другое говорит, что овцы узнают голос пастыря. Мои овцы знают Мой голос. И он говорит, что он не знакомца, а они не послушают. А как это применимо к нам? Если кто-то не послан Богом, а они идут и пытаются вести людей, то, возможно, они смогут вести благодаря своей позиции. Но на самом деле у них не будет никакого духовного влияния. Овцы и Ешуа знают Его голос. И если я призван Богом, то у людей будет отклик на мои слова. Я буду идти в общину, буду говорить с грешниками. И они скажут, ну да, да, я был в церкви, я это все слышал. Но когда ты говоришь со мной, я это все понимаю. И что-то внутри меня говорит. И он сказал, мои овцы знают Мой голос. И те овцы, о которых говорил Иисус, еще не были в церкви. Все еще не были в мире. И многие люди, которых мы пытаемся достичь, которые придут в церковь, Ешуа уже называет их овцами. Просто они еще не пришли. Но Он знает, кто они. И когда они услышат Его голос, они придут. Это понятно? И затем Ешуа говорит, что они убегают, убегут от незнакомца. Возможно, они не знают, что точно, но они точно знают, что что-то не так. Только из-за того, что люди еще не в церкви, не означают, что они полностью, абсолютно, духовно слепые. Я не сказал, что они рождены свыше. Я думаю, что это ошибка думать, если человек не рожден свыше, и что у него не было никогда никакого духовного опыта. Я верю, что Бог обращается к людям, говорит к людям задолго до того, как они спасутся. Просто часто они не знают этого. Некоторые из них знают. Некоторые из них ищут в неправильном месте. Но также, когда они услышат голос пастуха, пастыря, они придут. И также мы должны идти в мире и должны общаться. И те овцы, которые находятся там, они еще не услышали. Если мы просто сидим в здании, поем песни и молимся, он не услышит голос. И вот об еще одном человеке Иешуа здесь говорит. В 10 стихе он говорит о воре. И как вы помните из контекста, я говорил о том, чтобы создать хорошую духовную атмосферу. Если вы хотите быть лидером, то вы должны остановить вора. Он хочет украсть, убить, погубить. А он сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь с избытком. Еще об одном человеке он здесь говорит о наемнике. И всех этих людей вы найдете в церкви. Вор приходит в церковь, наемник приходит в церковь. И наемник, который приходит ради платы. Пастор, я пришел к тебе из той церкви, которая сдалась с того конца города. Это не очень хорошая церковь. И то, я слышал твою проповедь сегодня. Я думаю, ты самый лучший проповедник. И то, что ты сказал, это верно. И я пришел помочь тебе. И наемник, который работает за плату, будет работать только, если вы оплатите ему. Потому что, возможно, Бог послал кого-то из другой церкви. Это происходит, это бывает. В большинстве случаев это такого не бывает, но иногда случается. Поэтому, каким же образом мы можем узнать это? Чего ты хочешь? Ну, я хочу позицию дьякона. И мне нужно учить три раза в месяц. Я хочу, чтобы у меня было особое кресло в церкви, чтобы каждый меня приветствовал, когда будет проходить. Я хочу, чтобы вы мне платили 100 долларов в неделю. И вы говорите, ладно, хорошо, дам тебе 100 долларов в неделю. И наемник работает, у него все хорошо получается. И наемник – это верующий. Наемник – это верующий, которого мотивы нечистые. Он не волк. Он не знакомец, не чужой. Ишуа говорил о наемнике. И поэтому множество наемников будут приходить в церковь. И вот, допустим, вы дадите ему 100 долларов в неделю, каждую неделю. И он будет заниматься с детьми. И все в порядке, он со всем справляется. Но что происходит, если такой несносный ребенок придет в церковь? И он начнет кидаться, ругать людей. И поэтому наемник идет к родителям и говорит, твои дети такие плохие. Мои дети плохие. Так больше не поступай. И наемник идет к пастору. Все, я прекращаю все. Недостаточно 100 долларов за это. Наемник тот, который служит Богу. Но только в том случае, если его устраивает цена. И если им приходится платить больше, чем оно того стоит, по их мнению. Нет, я больше не буду с детьми заниматься. Понятно? И многие люди будут делать в церкви то, что... Многие вещи, но только в том случае, если не получат то, что хотят. И мы должны служить из-за мотивации любви. Волк. Пасторь собирает овец. А волк рассеивает их. Как узнать дерево? Посмотрите на листья, посмотрите на плоды. Если вы через некоторое время видите, что овцы рассеялись, вы узнаете, что это был волк. Но пасторь собирает овец и заботится о них. Давайте посмотрим на природу волка. Обычно волки собираются стаей. И когда волки придут в церковь, Шаббат наступил, пришел волк. У него большие зубы. Длинный нос. Плохое дыхание злота. Длинный язык. Он подходит к двери церкви. И надевает такую небольшую овечью шкурку. Если вы очень хорошо присмотритесь, вы увидите его длинный нос. И также иногда его глаза поблескивают. А потом это все уходит, и все в порядке. Он смотрит везде по сторонам. И он видит, что пастор не охраняет овец. Он прибегает. А, он убегает и приводит с собой всех своих друзей волков. О, я нашел местечко, где можем хорошо полакомиться. И на следующий Шаббат приводит с собой остальных волков. А пастор думает, вот церковь растет. Замечательно. Посмотрите на этих прекрасных овечек. Я вот заметил, что вот одна овца привела других овец. Возможно, он лидер. Да, он лидер. Но другой лидер. И волк останется в церкви некоторое время. До тех пор, пока у него появится возможность сватить какую-то овечку. Кажется, в 26-й главе Деяний. Апостол Павел предупреждает церковь в Эфесе. И он говорит, что мне придется вас оставить. И он говорит, что после того, как я оставлю вас... Двадцатая глава. Он говорит, что после того, как я оставлю вас, в церковь придут волки. А некоторые появятся из вашей среды. И я хочу спросить вас, почему волки пришли после ухода Павла? Поскольку пока Павел был там, то он бы позаботился об этих волках. Разобрался. И они бы не смогли съесть овец. А только когда Павел ушел, у них появилась возможность. И вот еще один духовный принцип. Когда вы только еще новенькие в лидерстве, дьявол будет испытывать вас. И он посмотрит, как вы защитите овец. Если вы не защитите овец, он съест овец. И поэтому он пошлет волков. И может быть придет такой момент, когда дьявол скажет, ну, только попусту время растрачиваем. И вы не увидите те же самые атаки снова и снова. Дьявол же не глупый. Он попытается применить что-то новенькое. The word for Satan, the devil, is one who studies the opponent. One who studies, watches the person, his enemy. Enemy or Satan? What is the word? Yeah. The word for Satan, devil. И слово, для... Слово Сатана означает тот, который изучает оппонента. И дьявол смотрит на вас. Он изучает ваше служение. И он применяет различные методы, чтобы разрушить ваше служение. И волк – это один из них. Иногда у вас будут одинокие волки. Но обычно они собираются в стаи. И бывают волки харизматической церкви, педичанической баптистской церкви, ортодоксальной церкви. Или, иными словами, волк действует, проживает на той территории, которая известна для него. И, поверьте мне, когда вы уйдете, вы это увидите сами. И, более такой независимый волк, он просто не может найти общение с другими волками. Он уйдет из своей стаи и начнет свою новую стаю, организует. И в Новом Завете волки – это иллюстрация лжелидеров. Всегда они будут среди нас. И всегда будут возникать в нашей среде. Поскольку дьявол смешивает плевелы, сеет их между пшеницей. Знаете эту притчу Ишуа? Когда фермер сажает, сеет семя. И затем приходит враг ночью и сеет плевелы. И вырастает то и другое. И вы говорите, что же нам делать? Если мы выдернем волка, то мы повредим пшеницу. Поэтому что же нам делать? Возможно, мы не то семя выдернем. И Ишуа сказал, пускай растут те и другие. И когда придет время жатвы, затем вы сможете отделить одних от других. Если вы думаете, что кто-то волк, что же вам делать? Если вы идете и убиваете волка, возможно, вы убьете овцу. Потому что вы точно не уверены совсем. Но возможно, вы на самом деле уверены. У вас духовное развлечение. И вы идете и убиваете волка. И затем вы пугаете всех овец. Пастор убил овцу. Видите? Видите? И таким образом враг победил в этой битве. Вы убили волка. И враг обманул вас. И теперь никто вам не доверяет. И вы должны ожидать того времени, когда волк сам себя проявит. И только когда это станет очевидным на основании его поведения, что это волк, вы его можете убить. Понятно это? Я еще хочу дать вам несколько мест писания, затем мы завершим. Еще одно качество волка то, что они разрывают своими зубами. Третье Иоанна 9, 11. Они атакуют своим языком. Волк должен разрушить доверие законной власти. И еще одно качество, то, что он разрывает больше, чем сможет скушать. Первое Тимофея 1, 4. Волк производит противоречия, споры. Всегда знайте о тех людях, которые всегда спорят о чем-то, всегда у них разногласия по поводу этого местописания или другого. И слушайте внимательно. Если вы видите людей, которые никогда не приводят людей к Богу, и никто не исцеляется через их молитвы, и вы не видите никакого изменения в жизнях тех людей, с которыми они работают. Но они всегда спорят по поводу какого-то писания, какого-то учения, то что-то неправильно. И они всегда пытаются сказать, я уже верующий столько долг, вот столько времени, я учился в библейской школе. Не смущайтесь от этого. И не впечатляйтесь. Потому что для того, чтобы заполучить контроль над вами, то я должен сделать такое, чтобы вы поверили, я выше вас.